Священник смирного, но втайне самолюбивого нрава, овдовел на седьмом году своего супружества и, высшее в судьбе себе назначая, воздержался мелких забот о жизни и воспитании оставленных ему женою малолетков, а избрал иной путь, и его достойный, и для того оставил детей на попечение тещи, а сам благословился у владыки и пришел в обитель искать иноческого чина. Но игумен обители, старец благочестивый, приходящих из духовного звания не любил, ибо находил скромности и послушания гораздо больше в простых и неученых людях, и сказал новоначальному, поживи сначала так и посмотри еще, можешь ли все понести. Новоначальный же брат выслушал это смирно и остался в отведенной ему келье, а для надзора за ним и полезного руководства учрежден нарочито-опытный инок высокой жизни, и тот через три дня по поступлению упомянутого новоначального стал замечать за ним странность в непомерной томности его лица и в упадке в полых глаз и вообще всем осунувшимся выражений. Но тот благочестивый старец, как многоопытный в жизни, примечал, что у вдовцов часто в обители такое мрачное расположение духа приходит от воспоминаний пищи и домашних радостей, прошедшей обеспеченной жизни. Но, однако, скользь ее не сильно, но при желании духовных достигнуть в каждом разе высшего себе сана скоро припобеждается и проходит. Только в этом случае все несколько иначе продолжалось и с большим ожесточением. Так брат, которому поручен был новоначальный, надзирая за ним в свою противную дверь, усмотрел, что тот ночную порою, коль скоро все в обители улягутся, как бы ужаленный страстью, из кельи своей выбегает и, содрогаясь, тихо стонет. А потом целые ночи не спит и в келью не возвращается, а, побегав по галерейке, становится у стекол и, прислоняясь к конным лбом, глядит вдаль на кресты и памятники окружающего кладбища. Опытный брат еще более утвердился, что новоначальный скучает об усопшей своей жене и вопиет к земле о возвращении. Когда же заметил, что это, не прекращаясь, все продолжается, то, приотворив свою дверь, сказал ему, «Это, брат, нехорошо. Для чего ты стоишь в галерее? Иди помолись и усни, наконец, в твоей постели». А тот отвечал, «Не могу». И открылся, что с тех пор, как перешел из своего дома в обитель, уже одиннадцатые сутки уснуть не может. А опытный брат ему отвечал, «Послушай меня в том, чем я тебе могу пользовать моим советом. Походи ты на ночь подольше по воздуху, и, возвратясь в келью, съешь как можно больше черного хлеба или крутых ржаных блинов с вареным маслом до сытости. И тогда ляжь и ни о чем не думай, кроме проносимых над головою твоей облаков». Пища черного хлеба на ночь и представление облаков весьма сильно на отдых позывает и дает сон, и ты непременно уснешь, как скоро так сделаешь. А как брат этот был добр, то сам принес новоначальному целую половину мягкого ржаного хлеба, и тот все съел. Но как ни старался лежать, представляя себе проносящиеся облака, однако, внезапно сорвавшись с постели, опять выбежал на галерею и провел на ногах двенадцатую ночь, глядя на кладбище. Тогда опытный брат, видя, что в новоначальном даже ржаное зерно не спит, сказал игумену, и к неспящему брату был прислан монастырский врач. Инок из старых морских лекарей, который знал лечение как следует по монастырской жизни, и всякому из братьев помогал при употреблении постной пищи, и не обнаруживая нескромной пытливости насчет причин, ибо все бывает от воли Божьей. Сейчас же он дал неспящему росные кропли и сказал «прими, и будешь спать крепко». И тот принял, но опять не заснул немало. Тогда врач Инок на другую ночь пустил ему в рюмку воды усыпительного опиума и велел проглотить, но сна даже и от этого опять не было, напротив же новоначальный оттого будто стал бредить и водить глазами со столбенением в потолочную точку. Видя это, врачующий брат посадил его на скамью и, дав ему в левую руку длинную палку от подметальной щетки, велел держать оную и перебирать по ней перстами как можно дробнее и почаще. А сам обнажил ему руку по самое плечо, стянул оную столь крепко ремнем, что все жилы натянулись как дратвы, и, ухватив самую сильно напрягшуюся жилу, просекнул ее острием ланцета, отчего кровь в ту же минуту бросилась вверх ручьем и ударила и полилась в медный тазик. Когда же крови было спущено столько, что острота вида в глазах пользуемого утишилась, и он с потолка опустил глаза к полу и стал как бы засыпать и со скамьи клониться, то братья его взяли под силу и положили в постель и вышли, заперив дверь до утра. Но поутру застали его опять стоящего на ногах и говорящего уже совсем невнятным языком. В таком случае, почитая его поврежденным в рассудке, отправили в городскую больницу, где светский лекарь, расспросив, что и как было и чем пользовали, стал врача инока порицать и над кроплями изростного лада насмеялся. А раскрыл перстами веки больного и по рассмотрению измененных его зрачков сказал, что по нынешней науке, которая от старого времени большие шаги сделала, причину всякой болезни можно открыть не иначе, как чтоб всего человека разложить вдоль и пристукать и подслушать, тогда все верно окажется. И положив болящего, начал его пристукивать руками и подслушивать ухом, и сказал, что понял все, что в нем происходит, и сейчас же велел старшему фельдшеру, какую над ним надписать латынскую болезнь. Потом же приказал посадить болящего брата в теплую ванну и после, выняв оттуда, дать ему выпить лекарство, какое следует по новой науке, и положить в постель обратно. Но как только новоначального брата раздели, и он в теплой ванне согреваться начал, то там же, несмотря на все удержания, сейчас заснул, так что лекарства ему уже дать не могли, а надев на него на сонного белье, положили в постель, и он все спал как младенец, и проспал таким манером целые трое суток, и как возбудить его было невозможно, то уже думали, что он умер и никогда не проснется. А на четвертый день он сам проснулся, и в третий звон за утренний был здоров так, что даже румянец на нем заиграл на щеках, и он попросил себе пить чего-либо кислого, но ему дали взамен чаю с белой булкой. В тот же час вельчера побежали за всеми старшими и младшими докторами, которые приказали их немедленно известить, коль скоро столь удивительный больной проснется. Ибо о сне его и о прежде бывшей бессоннице они все хотели сочинения писать и в медицинской ученой газете печатать. Все доктора, как старшие, так и младшие, пришли скоро, и опять больного пристукали и подслушали, а потом стали любопытно расспрашивать, сколько ему от роду лет, и какого он звания. Тот отвечал правдиво и явственно. Не было ли у вас когда-либо прежде до сего случая продолжительной бессонницы и потом очень долгого сна? Он отвечал, что бессонницы у него до прихода в обитель никогда прежде не было, а напротив, всегда имел сон, как и должно было быть. Тогда спросили опять, какие он имел перед всем беспокойные страсти или сожаления. Но он отвечал, что никаких страстей и сожалений не имел, ибо смерть жены его есть воля Божия. Чему же вы приписываете, что вы в вашей келье целые четырнадцать ночей уснуть не могли? Ничему иному, отвечал брат, как несметному изобилию неисчислимых в той келье клопов. Тогда старшие и младшие доктора, переглянувшись друг с другом, велели снять с кровати латынское надписание, обозначенное ему болезни, и сочинение о бессонии его не писали. А брат вернулся в обитель, и за свое терпение и послушливость заслужил большое расположение, которое немало содействовало ему достойную ступень достигнуть. Аминь. 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 Продолжение следует...